Девушки отдыхают С моим вредным конспирологическим мышлением я действительно исходил из того, что Навального в тюрьме, ну как бы, по крайней мере, берегут на случай любого другого поворота событий, ну там опять же люди на всех этажах государственной вертикали сидят взрослые, понимающие, что все может поменяться. Но здесь вот такая новость, сказать «умер», да, вот почему-то хочется заострить и сказать «был убит». Я не знаю, понятно, что в тромб мы, безусловно, с вами не верим. Ева Меркачева говорит, что к преждевременной смерти привело постоянное пребывание в ШИЗО, ну тоже как бы дискуссионно. Я легко допускаю, что вполне могло быть какое-то конкретное действие, которое можно интерпретировать как убийство. Я думаю, рано или поздно мы это узнаем, как с Магнитским, как с Кисаком. Ну, в общем, действительно, эпизод сегодняшний по значению своему, наверное, споставим и с началом войны, и с другими шоковыми эпизодами последних двух лет. И, я не знаю, понятно, что это выглядит как какая-то сова на глобус, но, тем не менее, вот случившаяся данная неделя и замеченная многими еще большее осверепение системы, да, и со сроками сотрудникам Собчак, и с посадкой Кагарлицкого, и даже с Киркоровым на фронте, ну как-то вот они там регулярно борзеют, да, и понарастающие. И, собственно, убийство Навального вполне можно считать продолжением этого борзения. Я, уже меня предупреждают какие-то доброжелательные комментаторы, Олег, ну хотя бы в этот день, пожалуйста, вы сдержитесь от критики ФБК, здесь просто шлюнаху этих комментаторов, да, если вы предполагаете, что в такой момент я готов посвящать какому-то, там, не знаю, личному, политологическому, там, или чему-то еще, то не понимаю, зачем вы меня смотрите. Я его знал давно, я его на каком-то этапе действительно очень любил, восхищался им, и там это тоже все на ваших глазах происходило, разлюбив, разочаровавшись, как тоже стандартная история в личных делах, в политических, в карьерных, каких угодно. Я его на каком-то этапе также возненавидел, и сегодняшнее событие, наверное, как тоже часто бывает, да, немножко перемешивает все, что происходило до. На первый план выводятся самые значительные эпизоды, и, конечно, та надежда на, ну, тоже скажешь, перемены, да, перемены, это дело такое, то, что Путин начал войну, тоже перемены. Надежда на какую-то правильную, другую, действительно, как это потом стали говорить, прекрасную Россию будущего, она для меня лично на каком-то этапе была связана с ним, и это никуда не дед. Нет, человеком он был действительно сложным, я готов это утверждать, еще раз повторю, уже пользуясь давним знакомством, да, и хорошее и плохое можно каким-то образом описать, но также понятно, что такой финал, да, он действительно ведет к переосмыслению того, что было в последние 20 лет, и даже какие-то незначительные эпизоды его публичной карьеры и просто его жизни, да, теперь воспринимаются как ступени к этой катастрофической развязке. Вот, я не знаю, это краткая вступительная речь, наверное, я должен написать сегодня текст, и, наверное, он будет другим, может быть, я надеюсь, что он будет, надеюсь, он кому-то нужен, вот, но сейчас я, наверное, предлагаю поговорить с чатом и просто поддержать друг друга, потому что я понимаю, что это полный пиздец, и плохо, да, и когда нам плохо, надо держаться вместо. Чат. Олег, как ты можешь, да, говорить там, что российское государство должно быть разрушено, а оно должно быть, сука, разрушено, его не должно быть, потому что оно несет смерть, разрушение и страдания. Российская Федерация – государство – мразь. Владимир Путин – человек-мразь. Евгений Михеев, привет, Олег Баунов, красиво написал про Навального, уехал в одну страну, вернулся в другую, погиб в третью, где перспективы отсутствуют, в принципе, есть только связцы. Да, о смерти Навального сообщили в прямом эфире Первого канала, в штук-шоу, наверное, давайте послушаем. Это правдение федеральной службы и сравнение наказания по Ямало… Это политолог Никонов. В автономном округу, что, вот это сообщение, что сегодня в исправительной колонии номер 7 осужденный Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Измерительно прибыли в медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. В результате врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти останавливаются. И вот еще сообщение. Врачи скорой медицинской помощи по предварительной информации установили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. И федеральная служба направляет комиссию в колонию в Янау, где умер Навальный. В связи со скоропостижной смертью территориальные органы и учреждения в соответствии с установленным порядком направляют комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений Центрального аппарата СИН России. Во всяком случае, будет проведено самое тщательное расследование. Ну, а что касается состояния в мире, то сейчас очевидно, что и украинская оборона в Афреевке не только сыпется, и сыпется влияние... Пошел нахуй. Да, извините, пожалуйста, Евгений Михеев, привет, Олег Баунов, да, красиво написал, МК еще не дошли до выборов, да, Михаил 2, какой пиздец, да, Сергей Воробьев, конец, капец, опустошение какое-то, ну, в общем, да, Саяркин, внутри опять лопнул хрупкий шарик надежды. Андрей Тополев, Иван Пидор, какой Иван Пидор, ладно, слушайте, не надо обзываться, а мистер Сидоров, да, космический ковбой, Иван, боролся бы ты там с коррупцией, Артур В, умер тот, умрет, и этот заиграл новыми красками. Я, по-моему, рассказывал уже, как году в 2006-2007 в журнале «Эксперт» у нас был разговор с одним моим, ну, собственно, это не секрет кто, да неважно, да, вот товарищем, работавшим тогда же, и он говорит, там, не помню, какая новость была, ну, там, Олег, ты понимаешь, да, что все мы умрем при Путине. Я говорю, ну, состаримся, да, молодой, он говорит, не, умрем, умрем, да, да, лайк и Девкон, правильно, вы уехали, Олег, да, правильно, я уехал, это правда, и, друзья мои, все, пожалуйста, выезжайте. Елена Цыганова, шок, это повторная посадка Кагарлицкого, тут сенсорных слов нет, и страшно очень. Так, мне Александр Петриков шлет, наверное, обложку для, обложку для, обложку для Инстаграма, я ее сейчас поставлю, с вашего позволения, спасибо большое, Александр, спасибо, спасибо. Как медленно работает Телеграм, не знаю почему, и не знаю почему, так, 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 да, извините, пожалуйста, но я думаю, сегодня, как бы, эфирное время, да, не будет, не будет, не будет Светова сегодня, это тоже, наверное, имеет значение, но так получилось, к сожалению, я не могу быть у компьютера в это время суток, простите, пожалуйста. Александр, Александр, просто, а, сижу в шоке, полнейшим поверить не могу, Александр, ну, еще раз повторю, давайте вместе. Диванный эксперт, он выбрал умереть как герой, Ник Волгин, версий много может быть от той, что действительно просто умер, заканчивая той, что он жив на самом деле, его просто вывели из игры. Слушайте, я в Телеграм-канале Жаба и Гадюка видел интересное наблюдение, интересно, что у нас же по закону тела террористов не выдаются родственникам, а Навальный проходит по категории террористов. Но, если честно, я думаю, что, как бы, там понятно, что пределов государственному озверению нет, но вот на таком уровне они вряд ли будут как-то пакоскать. И, да, интересно, да, интересно, где похороны, когда похороны и что это будет, как это будет выглядеть. Картман, так, хороший конец только в сказках, да, Пиночет, как же мерзко находиться в одной стране с миллионами тварей, которые сегодня радуются. Ничего, гнида, пляшивая, тоже не вечная, архивы, когда придется открыть со всеми его уебанными папочками, вы знаете, не будет архивов, очевидно, совершенно, и в отличие от большевиков, да, которые свое слушали, постановили, маньячески фиксировали на бумаге. И у этих как раз абсолютно конспираторская деятельность, да, скорее в формате организованной преступной группы, как тоже я уже когда-то писал, криминалист, а не историк, а не археолог должен расследовать их деятельность. Илья Левшиц, больше нет людей, все, ну вот сравнивая с февралем 15-го года с убийством Нинцова, наверное, да, констатирую, там ПЫ повещает, а где ПЫ повещает? Так, секунду, давайте, трансляция Владимир Путин, ну-ка, общается со студентами, ну-ка, континья, что говорит Владимир Путин? Что здорово очень, что очень здорово. Понятно, очень здорово у него, да. Я хочу констатировать, да, что, наверное, я помню, на самом деле, там Нилу было две недели, шок вечера 27-го февраля 15-го года. Такого ощущения безысходности, наверное, не было тогда. Артем Белоусов, 10-е, кажется, закончились окончательно только сегодня, ну, как говорится, да, Влади Киселев 47 лет, 47 лет, да, Вася грустно, Джулия Эс как-то странно вовремя, Авдеевка забыта, ну, я еще раз повторю ощущение, что было принято решение, чтобы он сегодня умер, да, понятно, что оно может быть, там, немножко спекулятивное, но чего уж там. Марат пишет, горько это все, давайте позволим людям показать себя такими, какие они есть, я против максимальной изоляции человека от общества, это сейчас временный максимальный бан, Марат банит Васи Баси, ого, а, или Марат Васи Баси указывает на то, что давайте банит тех, кто хамит, Марат согласен, я с вами в любом случае, Теодор, герои России навсегда будут слагать легенды, Таня, ты, невозможно поверить, вот, зачем он вернулся, но, я думаю, разговор об этом тоже будет вестись еще долго, и, да, Данила Покров, всем привет, да, диванный эксперт, видео опубликовали со вчерашнего видеообращения, шутил и больным не выглядел, видимо и правда, скоропостижно, может, сердечный приступ, но от этого не легче. Маша К, я только что узнала в шоке, юзер Б, если честно, страшно, слышать и читать, ну, а что, ожидаемо, паскуда 14, нам не привыкать, бубка гоп, ну, что, ждем, Марзариту Симонян, что скажет, что у него оторвалась Рафаэлка, настроение блевает, настроение блевает, да. Фрокси, второго Навального у нас не будет, губной день, очень губной день, губной день. Михаил Швет, какой же, да, и вот, опять же, поскольку, конечно, Кисака уже упомянул, связывали их с Навальным, связывал с Навальным эпизод известный, да, и понятно, что люди предельно разные, но в российском государстве и у разных людей судьба одинаковая такая. Александр Реушев, мы критиковали Навального и особенно Навальнят, но теперь у каждого из нас убедущийся души, да, у меня слезы были во взрослой жизни только два раза, когда умерла мама и сейчас, мне даже, наверное, стыдно. Ну, не надо стыдиться. Андрюс Тлюга, скровавый и трусливый карлик, сделал из Навального великомученика. Евгений, какое-то ритуальное жертвоприношение, а не просто убийство, да, ну и ровный месяц, действительно, до выборов. Динара Радулова, пятая новость, упустили в 3 часа дня по Радио Вести ФМ. Спасибо, Динара. Аля Б, нет, я не верю, нет. Николай Калинин, Навальный был забыт, а потом умер. Ну, забыть, не забыть, неважно, да, поставлен на паузу, как мы говорили, законсервирован. И там то, что вчера, позавчера мы, вы про него не вспоминали, это не отменяет того, что сегодня вспомнили, как говорится, и лучше бы, лучше бы не. Дискурсмонгер, можно как угодно относиться к Навальному, но это же ужас. Остается надеяться, что это акт отчаяния, а не разбег перед следующим прыжком в новый круг ада. А еще жена и дети будут слушать от мрази. Да, скибедвапа, спи спокойно, Алексей Анатольевич, спасибо за детство. Да, Егор Кудин, ну вот и новая лакмусовая бумажка, абсолютно. На дискурсмонгер про сердце и Рафаэлки, да, будут слушать, естественно, но и уже вот вижу, ну, понятно, там, самый мразотный пост. Марина Ахмедова, давайте почитаем, давайте позлимся. Да, никто и подумать не мог, что Навальный сегодня умрет, включая его самого. Что ж, по-человечески жаль, молодой мужчина, еще бы жить и жить с семьей с детьми, внуками, продуктивно, но не так. Для меня его смерть, как конец эпохи, той, где читали Акунина, слушали Земфиру, и в главном тренде было предавать Родину. Началась новая эпоха, и Тромб оторвался. Нот к вопросу о том, почему я выделяю именно Марину Ахмедову и считаю ее какой-то образцово-дистиллированной блятью. Да, я, ну, там, понятно, нехорошо желать плохого, но хочется дожить до того момента, когда на лице Марины Ахмедовой будет, скажем так, такое же растерянное выражение, как у многих из нас сегодня, скажем так. Да, Сергей Клеменков. Да, не было это предсказуемо, все-таки, я продолжаю как бы настаивать, да, в другой реальности он бы в какой-то момент вышел, но... АМК, давайте не будем забывать, так или иначе, это последствия новичка, а не естественная смерть. Николай Мичурин, Россия 2.0.2.8. Сам Иван ФБК в забвении, да, черт его знает, может, наоборот, Джулия Эс, еще теплится надежда, что это фейк, взлом сайта, операция Цепсо. Но, судя, опять же, и потому, что уже привлеченный Песков и телевизор, нет, конечно, никакой не взлом. Диванный эксперт, теперь его команда может идти в расход, так как там без него все пустое место. Ну, или наоборот, на самом деле, ну, еще раз повторю, вряд ли, вот, ну, то есть, вот, я думаю о бабах, да, я всегда о них думаю. Вот, неужели, да, момент вот этого, как бы, ну, страшного события, да, первая мысль, которая в нем возникает, интересно, а как будет себя там дальше чувствовать и гонит волк? Вам это важно, друзья мои, вам это реально интересно, вам это интереснее того, что будет с Родиной и с нами? Вадим из Шеффилда, в Севом Род останется один Путин, скриньте, да не надо скриньте, Альф Фост, как вчера перечитывал ту речь Мартина Лютера Кинга, чуть не плакал, а что осталось от Навального в смысле смыслов, да или нет, Крым не беру в рот, 20 последних слов, ну, вроде бы в 20 последних словах какая-то содержательная часть есть, хотя на самом деле. Да, Леон, друзья, мы правда верим в СИН, ну, в этом, наверное, верим, в смысле, в факте смерти. Ши за шисть, только ядерная бомбардировка спасет это проклятое место. Ну, там, опять же, на фоне разговора с Угольным, да, и там какого-то фидбэка, в том числе доброжелательного, снова переживаю вот это, ну, Олег, ну, признать, уже оторвались, да, от российской реальности. Снова повторяю, такая реальность, от которой действительно надо отрываться, хочется отрываться и нужно отрываться. Друзья, пожалуйста, вот если вы можете себе это позволить, отрывайтесь от этой ебаной российской реальности. Оставьте ее Владимиру Путину, чтобы, как в рассказе про Наполеона, он в итоге был вынужден есть свою руку, ногу и потом выкакивать их. Дамир Фанин, слышно ли меня? Да. Иван, Путин убил Навального, это убийство. Да, диванный эксперт, давайте слово пацана дадим, что Навального не забудем. Давайте, Иван Иванов, ФБК, так. Ольга Лозова, они сделали это, урода нет, они сделали это. Лайкадевкон, Навальный казнен. Да, Павел Стришков, мрак, мрак, найс бэк флип, ну вот и вот был наказание. Да, шоу одного журналиста, сижу, пишу новости, и тут хуяксы, вот такое, это как конец эпохи, конец истории десятых. Сижу, ем фисташки, на душе, на душе странно. Александра Афанасьева, снова про ФБК, Александр Реушев, это наш Тельман, они его таки замучили. Ну и, как говорится, наш Гитлер сегодня топает ножками, да. Так вот, такой, так, доколе, доколе фронтс, где Рипа, Алексей Анатольевич, Дмитрий Смирнов, да, максимум ёба, крепли ко мне, которых не навечно же сажают, а до конца Путин. Ну вот я буквально на той неделе говорил, что забудьте выражение «покажев Путин», используйте выражение «покажев я», не до конца Путина, а до конца моей жизни. Алекс Шим, всем вечер в хату, ровным пацанам. Сам Ван, пересмотрите клип «Шамана», да, про человека в тюрьме. Лен Калим, дедуля, выходи скорее, я здесь. Мастер Пернат, ого, я призываю вас отказаться от своей версии, что Навальный был под контролем у каких-то клюлевских сезвёй и силовиков. Раньше это была маргинально, а версия теперь оскорбительная. Дорогой мастер Пернат, вы первый сегодня, кто это произнёс. Опять же, вопрос о том, кто эту версию хранит. Ну, напомню, что Борис Кемсов был первым вице-премьером, это как бы не отменяет всего остального. Артём Осипов, похуй, Артём Осипов. Мистер Сидоров, держим кулачки за Яшина и его здоровье. Яшин, Карамурзан, Никита Журавель, Горинов, весь этот набор Бориско-Горлицкий, да, и люди, которых мы не знаем поимённо. Антони Смит, Рип, Степаша, не верим. Роман Эрс, считаете ли вы, что смерть Навального открывает дверь в новую эпоху репрессии? Да. Санча Мерка, мрази, твари, суки, неужели им все эти домучили Алексея? Да. МК, все, кто говорит о бутерброде, вы не в курсе, что Алексей отказался от тех слов и призывал вернуть Крым? Не в курсе, да. Алекс Балл, невыносимо больно от мысли, что его больше нет. Ну, как бы, не только его, что называется, нет больше, действительно, частички души, про которую мы говорили. Антонио Пивальди, добро повеждает только в сказках. Да, Пупкин, ждем очередной некролог ОВ, про то, какой был пидор, но РФ еще хуже, а вообще был бы рад тут ошибиться в своих ожиданиях. Ну, давайте за такие ожидания, сегодня день такой, который позволяет банить. Если еще раз, вы ждете от меня мудацких поступков, да, то зачем я вам как объект вашего внимания? Михаил Кудинов, видимо, все-таки был не конторский, интрудером, будьте мы все прокляты, Николай Ахмедова снова блядствует. Да, Ахмедова всегда блядствует, это естественное состояние. Александр Андреев, ну зачем, все же нормально шло, Карлсон приезжал, вкусноточку хвалил, трамписты в парламенте деньги украинцам жмут. Зачем надо было снова показывать, какой Путин монстр? Диверсия, троллинг от Путина, ну буквально троллинг от Путина, да, так это называется. Комфи, Козелый, да, он релакс, мрази, просто мрази, абсолютные мрази, да, Александр Турский, не он первый, не он последний, да, Ник Халманов, это ужас, это ужас. Лока Айнодроп, пиздец, пиздец, Иван, на время показалось, что негативный тренд на отношения нашей власти в человеческой жизни сломлен. Как это показалось, на каком основании, что вас заставило? Так, думай, Сергей Ковалев, ну все, теперь точно русские начнут протестовать, на самом деле нет. Ну, Сергей, ну зачем? Максим Йоба, слышно, спасибо, Эл Каламба, слышно, Макроусов, вот бы это украинское эпсо, да, конечно, да, конечно, Александра Афанасьева, нет никакого добра и столько бесконечный кал, Филизиш, 16-го числа, как и тесак, да, Миксер Волшебник, не знаю, что сказать, Панцерт, Конторский, все, кто говорили, что он Конторский, Макбят, Олег, какой же ты все ебаный одища, блядь, да, Алекс Борус, выходить не могу, спасибо, Альнур Мамедов, слышно, Олег Чудецкий, с недобрый день, Син Портер, Олег, это пиздец, да, Богдан Лейзи, бедный, родная Алексея больно, да, тел ми, вот, тел ми, вот, Олег, спасибо, спасибо, Айр, светлая память, пиздосит, да, Николай Ставрогин, как общаться с теми, кто, оставшись в России, смотрит с такой, на все, с такой, как бы, мудростью из разряда, ожидаемо было не выживет, ожидаемо для них, что через одну руку пожать, и одних будут жертвы режима, ну, видимо, люди это уже приняли, да, я тоже это наблюдаю, и как раз сегодня к продлению, ну, к инициативе прокуратуры, да, сегодня рождение Дарьи Треповой, между прочим, да, вот я исполнилась 27 лет, и прокуратура решила дать ей 28, да, да, добавить год, как будто бы, действительно, вот, у них установка, ну, юмор такой, как, как это можно оценить, да, что, вот, приговор должен быть на один год больше ее возраста, чтобы всегда сидела больше, чем прожила, и, ну, скажем так, один из вас мне говорит, вот, типа, ты, там, сочувствуешь этой мрази, а наоборот, ведь гуманизм, да, там, типа, могли бы ее растерзать на месте, а в итоге все по закону, да, и ты думаешь, ну, вот, с такими людьми как вообще, что? Да, да, Хамло, товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет это сна, и на обломках самовластия напишут наши имена, или не напишут, Антон, ощущение, что с этого момента что-то очень сильно поменяется, хотя куда уже, казалось бы, грустно, поменялось. Снеслав, 812, чтобы не сказали медики, это убийство, да, Саша Греков, пиздец, Олег, очень грустно, абсолютно, фекс, ожидаемо, но все равно пиздец, Максон, просто пиздец, извините, да, кто рассчитывал в стрим без мата, но, да. Милов, что это такое? Это Российская Федерация, Зим-Зимух, наш катафалк пролетает на красный, да, Саяркин, сколько еще хороших людей загубит этот проклятый режим? Много. Родион Кузнецов, первый раз, пишу Кашину, ну, как говорится, Слон Вектус, Навальный, Эдвар Грустных Смайлика, не очень местное название, но, как говорится, поучите жену щиварить. Саша Греков, уроды, уроды, юзер Милов, сначала Борис Юлевич, сначала Борис Ефимович. Александр Турский, ужас произошел, да, Саша Фурман, состояние ровно как утром 24-го, да. Алексей Никульников, идем в комменты клипу шамана живой и пишем соболезнования, ну, может быть, действительно оно и стоит того, действительно, шаман живой на официальном канале, обратите внимание. Сергей, потом как-то из другой страны за ним пришли после интервью и Авдеевхи, а что за интервью? Иван Плоэктов, слышно, хамло 200 лет, как Пушкин и Чедаева, и нас всех обманул, да. Мистер Сидоров, если бы Навальный умер естественной смертью, если бы Навальный умер естественной смертью, в Син не побежал бы сразу докладать Путину. Ну, слушайте, всякое бывает, да, и понятно, на особым контроле, но давайте держаться в версии убийства. Иван, более того, уверен, что похождения Путина по заводу были специально приурочены к смерти Навального. Легко, Игорь Александрович, капец, слеза. Да, Ник Волгин, 27-го, 9-е, годовщина убийства Немцова. Рип, да. Леша Погорелый, ад. Ад, Васи-Баси, плюсует Саша Фурман, да, что день как война. Вас Ачетович, такое дело ждет всех путинских политзаключенных. И не только политзаключенных. Ретивый поросенок, нет у нас больше будущего. Ну, и вчера его тоже не было, давайте прямо. Человек убит режимом, конечно, да. Джесси, убит, убит, Колфе, самое страшное, что в РФ сегодня не будет никакой реакции. Ну, слушайте, давайте не будем говорить в третьем лице о народе, да. Вот мы с вами здесь сидим и реагируем нормально. Астрит, ощущение нереального мистического зла. Да, Дракон, 9-9-9, спасибо, Кашин. Спасибо, мастер Пернат. Раньше было ощущение, что, извините, так у вас сполз. Так было, да, с самого начала? Извините. У нас в стране есть разные развилки в будущем. Теперь, если в будущем, теперь есть ощущение, что колея одна, и свернуть уже никак нельзя, и выбрали ее не мы. Да, вопрос, кто ее выбрал на самом деле, да, потому что, там, какая сущность? Все-таки мир един, да, и те люди, которые позволяли и позволяют Путину быть, да, они разбросаны по всему земному шару, скажем так, и он их устраивает. Джонсон, Путин, убийца, не лют. Да, Хавьер Найс Дэй, а, господи, Хэва Найс Дэй. А, в февраль, какой-то проклятый месяц для РФ. Помните, раньше август был. Или наркомалов, разрываюсь, не знаю, кого смотреть, увы, или Эльвиру Набиуллину, Гертруду Промежбулину, да, ретивый просенок, даже в Белоруссии живые политзаключенные. Да, Иван, он именно убит, не режимом, он убит по приказу Путина, но вот тоже к этому склоняюсь, да, Дудя, в этой стране убили жизнь. Да, Александр Васильевский с Тесаком же так и не узнали, да, узнали на самом деле, хотя не узнали, да, кто им, кто приказал. Алекс Шим, Рип, Рип, Маджахет, постоянное шизо, это убийство. Кактус Джо, ребята, это пиздец, да, Скибидуапа, даже если и Тромб, если бы он не сидел в тюрьме, Тромбом и не было, да. Денис Кочнев, здравствуйте, увы, это, конечно, звездец. Да, Павел Стрижков, про Тромб через 30 минут сообщили, как-то быстро выдали официальную версию, ну, согласовали, да. Мистер Сидоров, да, 28 лет, Репова, вместо 27, сегодня Дарья Трепова, 27 лет, напоминаю. Антон Энн, подарок на выборы перед прошлыми Скрипалей, Травили, ну, это была скорее пиар-акция, здесь личный. Враг, муплат, парни, я за бутылкой, у меня идея нет. Была такая мысль, но подумал, что не надо. Да, Иван, да, режим уже пришел к полному тоталитаризму, уже все. Да нет, еще много, что называется, возможностей для тоталитаризации. Сергей, убили твари, Алекс тут пока непонятно однозначно, что с Алексеем, команда писала, что ничего неизвестно. Окровенно говоря, вот, как бы, имея двух субъектов, да, ФСИН и команда, ну, как бы. Мистер Сидоров, убили, убили, Сняслава, Льсу-12, надо набежать на каналы Навального, люто комментировать и лайкать видосы, особенно про дворец. Ну, и, напоминаю, да, про клип-шамана Портком, он сам понимал, жил бы сейчас вместе с семьей в Монако, ну, как бы, не думаю, что была такая опция. Мистер С, что за пиздец, Иван, теперь будет только убийство, никаких посадок. Да, Татьяна, плачу, все плачем, да. Пол, это пиздец, извините за мат, да, Мелов, а что делать, на митинг в Берлине идти, он же ничего не решит, не вернет его. Ну, вот, да, тоже обсуждали, а куда святынести к российским посольствам, это странно, да, но казус фоэдис, ужас, конечно, да, как тут же жалко Навального, по-человечески жалко, да. Да, Алексей, Алексей, совершенное опустошение, упокой Господь его душу, да. Счетчик Гегеля, надеюсь, хоть и Горлицкого не тронут, да, всех тронут. Хистер Левкалыч, нарастающий кошмар, да, Лаки Старси, 14-16, почему так жесток червь, да. Холокост, Денер, Магницкий, Немцов, Тесак, теперь Навальный, все еще лучше гражданской войны с чекистской сволочью, что вы имеете в виду? Мументрол, Рашка, проклятый петушиный угол, что тут еще? Добавить, боярня злонравного, Вайнрекс во всем прав, ввиду-то права, это недовоеванная гражданская, пока не довоюем, не сможем нормально жить. Вопрос, вопрос, как будто бы, когда довоюем, сможем нормально жить, да. Так. Чат улетел, но мы его отмотаем. Совсем улетел, но мы прочитаем весь чат, я думаю. Слушайте, это что-то потеряло в чате, но я думаю, сегодня можно. Философия разумизма. КГБисты не отпускают Россию, да. Невер М-34, Ант, Февраль, худший месяц, да. Алексеевы, Соловей, генерал СВР, придуждали, что если не обменяют, то с Навального будет именно такой. Никима-24, Сунок написал, не видел. Р, я надеюсь, у Пыпа сердечно-сосудистая система окажется крепкая, да. Борис Грэм, Леша был здоров как слон, а новичок его не взял, и миллионы шезло не сломали, откуда тромбу взяться. Виктор Александрович, ожидаемо, ну шок-шок-шок. Да, Митька, соболезную, да. Артем Зайцев, зовите Светова, Хамло, Навальный не будет забыт, его дело будет жить не в лице ФБК, а в миллионах людей, любящих свою страну, пытающихся изменить ее и себя к лучшему, даже в эмиграции, чтобы когда-нибудь вернуться. Жук Марго уже пиздит по тепленьку и по трубам, тоже идет нахуй, разумеется. Александр Адрессон, калебанный, да, привет, Александра. Антон Паршиво на душе, спасибо. Путлер, навозная сволочь, убили в пятницу перед выходами, случайность, нет. Олег, может, убили менты, одному лет 20, оставалось другому вся еще жизнь, оставалось бояться менты. Менты, что вы имеете в виду? Дебус, мне 21, Навальный был когда-то очень важной фигурой для меня, как мы в 15-е, или его портрет в школе, в столовой, митинг в январе 18-го, во сколько воспоминаний ужасно печально. Юлия, Юлия, для меня неожидаемо. Ну вот да, тоже, Маргана Девлин, Олег, спасибо за эфир, включила сначала дождь по давней привычке, но сил просто нет, слушать коллективного Гозмана с пафосом, он умер не напрасно. Это Гозман говорит, Светлинка, 69, замучили сволочи, я думаю, не замучили, а еще раз повторю, какое-то действие было, факт убийства. Человек, быть воином, жить вечно. Антон Чен, в ШИЗО 27 раз, макоцарь, не имеет значения, стала ли смерть следствием умышленного воздействия, это убийство. Те, кто слушал того же Демушкина о содержании политзеков в России, понимали, что смерть Алексея вопрос времени. Олег Шим, страшная хуйня, безумный старый пидорас, вцепившийся во власть. Иван Ярасов, нет ощущения безысходности, как ни странно, это Путин считает, что он кефлоновый, но на деле это не так. РУМ-11, там и Светов сейчас подрубается. Афанасий Никитин, теперь за Стрелкова и Кагарлицкого еще более страшно. Да, гигалитик-полиачат, кто дальше? Яшенко, Гарлицкий, Дэн Селл, единственный успешный мученик за всю историю был Иисус Христос. Ну, успешный мученик, это дело такое. Данил Якушев, ужаснее может быть только то, что через 2-3 дня все смирятся и забудут. Будут также тихонечко терпеть. Жук, вчера Латынина спрашивала у Белковского про то, станет ли Навальный президентом. И что, ответил Белковский. Франц Джозеф Первый, давайте совместный стрим со Световым. Ну, я думаю, все-таки сейчас не очень уместно. Спортмем. Олег, а желая разрушения России, вы совсем ебнулись призывать горе на голове миллионах русских, потому что Навальный умер в тюрьме, и Леок даже его убили. Спортмем. Да, Букмарк, а помните комменты людей, которые говорили, что можно возвращаться, ничего страшного, в России уже нет. Да, буквально вчера один, причем даже наш с вами общий знакомый, сказал, что хочет съездить в Россию. Типа, ну, там надо поработать. Спортмем. Вот про желая разрушения России, вы совсем ебнулись еще раз. Никто на вашу голову горе не призывает. Горе на вашей голове – это российское государство. Если оно вам нравится, пожалуйста, наслаждайтесь им. А так, ну, кто я такой, чтобы там как-то влиять на вашу судьбу? Виталий Ростов, Зострелкова, Лол. Да, Йен Сирглгрейн. Есть идея, куда цветы возлагать. Ну, вот говорили про посольство, а куда еще? Да, Хавар, типа, КАС – главный выгодополучатель. Ну, как говорится, во всем виноват КАС. Алексей Смирнов. Ведь хуй, что теперь сделаешь. Вошу из себя чувствую. Правильно, абсолютно. Иван, убили, довели, но смерть, и какая разница. Алексей ничего не сделал такого, за что его можно было сажать в тюрьму. Он не нарушал законов. В России нет законов. Елизавета Ларин. Не могу поверить, новость прибила. Как-то странно, что предвыборами даже не побоялись. Дан, гугл-юзер. Не был Навальный забыт, но предугадать такой скорой его конец было совершенно невозможно. Да, Форт Нокс. Олег, что с нами стало? Никто не стал лучше, да. Стивен Смит. Стивен Смит. Хочется верить в конспирологию, что вот наступит день выборов, и все вдруг изменится, и Леха вдруг выйдет откуда-то из-за стенок здоровее прежнего. Мистер Пернат. Кстати, пятница, муж как с иноагентами, тоже, конечно, подумал. Да, всю неделю решали, носили справочки, а тут и в баню можно, и в церковь в понедельник. Все заново. Никита Виноградов. Я уехал, сдал российский паспорт, и все равно новость дергается. Распинной оболотный проспект Сахарова. Прошлую жизнь у меня нет сил оставаться. Русским букмарк за Яшина страшно, не за него одного. Да, Никиман 24, давайте к Светову. Действительно, ну, то есть, вам, когда я один не нравится. Да, Михаил Дворников, Ахмедова с Олегом в противофазе. Ну, даже не так это называется. Глюк, а ведь я за него голосовал на своих самых первых выборах. Но, как говорится, Марат, гормоны стресса рассосутся. Это станет историей. Стресса в последние годы так много, что я обнаружил у себя нервное истощение и все его признаки. Илья, что-то умрело внутри сегодня? Да, Жук, но самое главное, что его смерть ничего не изменит. Милов желает тромба Марине Ахмедовой. Да не надо. Наталья Ая. Хох, дожить бы до этих моментов. Да. Фейс-фильм. Там Соловьёва уже сказали, что это Волков был виноват. Рыжий. Олег Мунтак. Так, слушайте, ну вот, вот начинается. Вы все световские, что ли, да? Философия разумизма. Олег Иванович, надежды нет вообще в России? Нет надежды. Ой, 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 миг. Мы пережили 90-е, чтобы вот это всё. Ну, пережили 93-й, 96-й, 99-й, да. Олег Сушки спасли, господи, раба божия, Алексея. Иван Ярасов, процитирую один телеграм-канал. Ну, давайте. Жадобур репа, тело пыни не должно быть принято земле. Точка. Владимира Путина похоронят в свиной шкуре. Вильфраз. Украинцев праздник, а узедовцев. Ну, как говорится. Похоже, Иван Ярасов, кончина Навального в суровой неволе северного лагеря становится громким событием не только этого февральского дня, но и всего политического сезона, а также негативным фоном предупрежденной кампании. Екатерина Винокурова, да. А Михаил Юрьевич в сочувствии огромное близким землепухам Алексею, как бы мы к нему не относились. Да, Иван Ярасов, конечно, Навального возвращался из Германии в Россию, готовым умереть, но вряд ли российская власть с такой же решимостью готова к его смерти именно сейчас. Екатерина Винокурова, серьезно? Данил Пискарев. Из-за абсурдности легко поверит, что шел-шел и умер от разрыва сердца, но какой-нибудь патриарх Гермоген тоже умер от естественных причин, после того, как его замучили в тюрьме и считается убитым. ТИСАК.БАЗА.ИО. Почитайте подробности смерти ТИСАКа, как умирают в российских тюрьмах. Евгения Михайловна. Ощущение затягивающейся удавки. Да, Феликс Хазарский. Я не понимаю, почему все грустят. В стране сбитых Пригожинах и Никит Журавелий удивляются тому, что убили Навального как-то странно. Ну, слушайте, удивляйтесь, если вас унижают, да, как тоже лозунг, который мы не раз повторяли. Надо удивляться, иначе вы превращаетесь в часть этого фона. По СКОДу-14 в другой реальности и Навальный бы вышел, и войны бы не было, и новый чемпионат бы был, и вывески на Кириллице, и граница с Азией закрыта была бы. Ну, как говорится, Алексей Вересов, нихуя это было неожидаемо. Да, МИС-56, Олег, а почему это не было ожидаемо? Человека литерали пытались отравить насмут, литерали мучили в колонии, не кормя, не давая медикаменты, и после этого неожидаемо. И да, грустно все. Ну, вот парадокс, да, Букмарк, вот, Букмарк прав, Хамло, как было замечено, именно сейчас ушла эпоха, даже 24 февраля не было такого сильного впечатления. Ну, было все-таки, давайте тоже не будем обобщать, но, да, Артемий Плеханов, ужасно, нужно думать о том, как сейчас его товарищи используют его смерть, но давайте об этом, как раз, не думать. Да, фистикадавр, ощущение давно затянутой удавки, Виктор Александрович разумом отказывается верить, как 24 февраля. Да, Юлия Юлия, в прекрасной России будущего должен быть памятник Навальному, улица его церкви, имени от церковь причислят к лику великомучеников, иначе вдруг это земля. Феликс Хазарский, пишут простые про черные воронки, как будто при живом Навальном этого бы не было, система движется туда, куда должна, Навальный не жилец в ней. Руслан, ну, отъебитесь по-братски, вот, Руслан абсолютно прав тем комментаторам, которых я уже пропускаю. Извините, конечно, друзья, но надо понимать чувства, иметь, опять же, чувства такта, в том числе. Романголы, если бы не терпели, по сей день бы пели, а сидели тихо, так разбудили лихо. Давайте, рубрика «Чтение вслух». Я по сложной ассоциации, но я думаю, лишним не будет. Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломайте зубы, а широты наши смурные. Искры самых искренних песен полетят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и ложью. Время на другой параллели сквозняками рвется сквозь щели, ледяные черные дыры, окна параллельного мира. Через пень колоду сдавали, да окно решеткой крестили. Вы для нас подковы ковали, мы большую цену платили. Вы снимали с дерева стружку, мы пускали корни по новой, Вы швыряли медную полушку мимо нашей шапки терновой. А наши беды вам и не снились, наши думы вам не икнулись. Вы б наверняка подавились, мы же ничего, облизнулись. Лишь печаль тоска облаками над седой лесной страной. Города цветут синяками, да деревни сыпью чумное. Кругом бездорожья траншеи, что к реке торопимся, братцы. Стопудовый камень на шее, рановато парни купаться. Хороша студена водится, да глубокий омут таится. Не напиться нам, не умыться, не продрать колтун на ресницах. Вот тебе обратно тропинка и петляй в родную землянку. А крестины там ильпоминки, все одно там пьянка-гулянка. Если забредет кто не здешний, поразится живости бедной. Нашей редкой силе сердешной, да дури нашей злой заповедной. Выкатим кадушку капусты, выпечем ватрушку без теста. Что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Вот тебе медовая брага, ягодка, злодейка, отрава. Вот тебе приятель и прага, вот тебе дружок и варшаба. Вот и посмеемся простуженно, а об чем смеяться неважно. Если по утрам очень скучно, то по вечерам очень страшно. Всемиром ютимся на стуле, всемиром на нары палате. Спи, дитя мое, люли-люли, некому березу заломать. Извините. Да, ЖУК ЕС возлагает на власти России ответственно за смерть Навального. Глава Евросовета Шарль Мишель, да. Артур очень хуево, да. Жодобор Репа, наряжая праздничный автомат, мы готовимся встречать грядущий Новый 37-й. Да, Алексей Белый, у Путина не должно быть могилы. Девушка с Урала, оказались правы те, кто говорил, что Навальный не будет сидеть весь срок. Правда, имели в виду они совсем не это. Здравствуйте, девушка, дали. Блюша Верму, тьма еще гуще опустилась на Россию, страшно. Да, Ремен Мурадян, угробили падлы, да. Ольга Я, Олег, я опустила, в чем связь Авдеевка и смерть Алексея? Я не знаю, в чем. Антилапша, ух и сволочи, сволочи, Иван, абсолютно точно, от российской реальности надо оторваться при любой возможности. Да, Иван, нет возможности оторваться, другой Иван. Была бы ни секунды раздумий не было. Максим Мюллер, ужас, Путин аж светится на присухе, Дешнюк. Не смотрите Путина, смотрите наш стрим. Философия разумизма, я уехал из РФ, когда мне было 19, сейчас мне 21, возвращаться не планирую. Хорошо, Максим Мюллер, как же сжать Алексея? Иван, еще без одного дня, как он 3 года назад вернулся в Россию. Олег, от вашего надрыва хочется плакать? Я хотел избежать надрыва, если честно, извините, пожалуйста. Потерянный в ГО, всем привет, здрасте. Матвей Ветров, интересно, так и все еще думает о метро и картошке? Фри из вкусная точка. Наверное, Юлия с Твиттер взорвался искрометными шутейками про бутерброд. Даже не знаю, кого ненавижу сильнее всех надо. Да, Антонио Протерова, мрази. Да, Александр Дмитриев, такое здоровье у мужика было, все равно сгноили. Да, умолено, царствие ему небесное. Да, мистер Лосерый, смысл его убивать, так Путину вряд ли выгодно. Правый жаб, закажем с записку Алексея. Григорий Мельштейн, опять девальвация слов, пиздец убийцы. Вообще, на второй год можно хоть на что-то содержательно реагировать? Или только односложные восклицания нам остались? Ох, Григорий, Григорий, как говорится. ЛГ говорит, плачу. Наталья Сергунова, просто нет слов. Мария Баронова пишет, говно. Наталья Сергунова, да, аристарх доля. Мне вот тоже казалось, что Навальный досидит и выйдет как-то через год после его посадки. Свыкся с этой мыслью, поэтому сейчас аж голова закружилась. Сивильфраз, президент Латвии, Эдгар Инкевич прокомментировал, чтобы вы не думали о Алексея Навальном, как имперской, прям, наш на русне. Серьезно, там так написано. Роман Марковкин, где сейчас территориально находится Юлия? Я слышал, что прямо здесь, но, опять же, уже стараюсь избегать этой темы. Облика морали. Не веришь, что власть, тем более перед выборами Путину, невыгодна. Скорее, рука Запада. Ой-ой-ой, Динара. А знаете, сколько одобрительных эмоций пальцами вверх в телеграмме у Соловьева? Это просто ужас, сколько льва доеда в стране. Ну, это боты. Игорь Самылин, убийца в Кремле. Да, Марк, спасибо ОВН. То есть, нет, Путин Кремль не любит. Да, Марк, спасибо ОВН, что мы вместе в это поганое время. А жидобор Репа, давайте еще пообещаем друг другу, что если не наступит ПРБ и плешивые моли поставят памятники, мы будем на них плевать, проходя мимо, пусть даже украдкой, и детей своих учить тому же. Давайте договоримся, согласен. Тром потормался, говорит Путлер, навозная сволочь. Какая удобная непроверяемая причина смерти у палачей. Философия разумизма. Призрак сталинизма бродит по России. Андрей Хрепунов. Вечная память рабу Божьему Алексею. Да, ACDC. И как сейчас будет остальным политзаключенным. Да, каловая масса, ебучие мрази. Сперва Пригожин, теперь Навальный, а после будет и Надеждин. Максим Алексеев. Возможно, это как-то связано с его загадочными приездами по колониям Данике. Иванов будет ли убит Яшин? Накрученный кот. Мне стыдно, что я ничего не чувствую. Я понимаю, что это все полный пиздец, но я опустошен. Все, у кого тоже нет никаких чувств, нужно всеми силами еще сильнее возненавидеть Путина и его власть. Да, придворный дом вертолета. Сегодня общество треснуло. А вчера, типа, было, ух, да? Луга Альяндроп сверкнет над русскими снегами, богами расщепленный атом. Лето в пауэр, где он считает чат из головы. КЗН-116. Почему мне почти все равно? Я черствый кал или в депрессии лет 10? Не знаю. Азиз, бунт будет? Ну, война идет. Да, Павел, да. Какой же лютый пиздец. Да, Елена Биск. Шок-шок. Квильфрас. Спидозный пидорас пишет, что это американцы убили, чтобы уравновесить интервью. Просто нет слов. Удивительно, что мы даже поняли, о ком идет речь. Димитар Тщетник. Олег, приветствую мир твоему дому. Сказать хочешь так много, что нечего сказать. Пожалуйста, береги себя и свою семью. Крепко обнимаю и жму руку. Спасибо, Димитар. Томас Мецингер. Мефедроновый демон. Высказался предсказуемо весь в говне. Ну, что удивительно. Вода. Чат читается. Этот по порядку. Морат прав, да. Морат прав и мудр. Баб-дабудуба. 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 Прошу всех прощения. Но умер и конторский. Это не взаимосвещающее понятие. Каловая масса. Теперь пидорасы до всех доберутся. До фаус. Смерть непосредственных исполнителей спокойно остановит репрессии. Против политических вертуха и неидейные. Неидейные. Ну, и найдите вначале исполнителя. Да, как его зовут. Колфи нет. Это чат телеги. Андрей Башкенов впервые в жизни хочет соблевать от отвращения. Ну, впервые. Наверное, вы молодой. Андрей Тополев лучше продолжит считать, что все это большая конспиративная легенда. Кембридж. Вот. А это не смерть Навального. Это смерть любой формы нормальной России будущего. То есть, вчера была еще надежда. Да. Олег Головко. Ужас. Ситуация в том, что ничего нового про эрефию мы сегодня не узнали. На мазях. Насмешки над навальнистами с их форсом провавшего острова Расадара Навального теперь менее актуальны. Да нет. Почему? Кому навальнисты остаются навальнистами? Кирилл Баранов. Олег. Кому смерть Навального выгодна прямо сейчас? Вам, Кирилл, наверное. Да? Томас Меценгер. Смерть Навального очень мутна. Роберт Райт. Ох и сволочи. Говорит Анти Лапша. Умолен о соболезновании семье детей особенно жалко. Да. Димаил. Странно, что украинцы радуются. Ну, слушайте. Денис Петров. Сегодня умерла надежда. Дома Засикер. Нифига себе. Честно говоря. Я ожидал, что он пройдет между струй. Ну, как говорится, так и и струи. Дмитрий Пом. Путиноиды. Если в вашей картине мира украинские англосаксы проникают в колонии, вы расписываетесь в абсолютной беспомощности своей вашего придурочного царька. В этом феврале решили закласть не Бориса, говорит админ канала. Алексей Вересов, говорит, пынявый. Там сияет уебок. Ее зеркаловая масса, говорит. Эти грязные твари убили его сперва. Пригожин, теперь Навальный. Шарков, он Вовкин свою функцию выполнил. Никогда бы не подумал, что в такой момент, говорит, лето в пауэр. Буду слушать стрим Кашина. Спасибо, Наталья Е. Черт, не была активная сторонница Алексея. Но сижу, плачу. Это страна убийц. Мы тут все умрем. Юлия Зенина убили на глазах у всех. Мы конченые. Нет, мы несчастные. Драка. Благодарю за эфир. Олег грустно очень сегодня. И не поклонник Алексея. Оно просто блевать тянет. Сергей Виноградов. Какой отстой, когда такие новости посреди рабочего дня в офисе. И все мудро констатируют. Убили чего тут удивляться. Да, вот как раз мудрые люди всегда вызывают какое-то отдельное омерзение. Мудрые в том значении, в каком это принято, опять же. Да, Факун Дамачада. Товарищ Верь придет на парадостатка и правопорядка. Но до того на наших пятках напишут наши номера. Пыня убийца, говорит, Жадобор Репа. Да, Алексей Вересов. Зато ведущего России 24. Лицо мрачное. Прямо видно, что его задело. Как зовут ведущего? Саша Чуб. Если размысляем о судьбах Родины, давно нет ощущения, что Навальный будет связан с той Россией, которая появится после Путина. После Путина будут ветераны. Да, поколение воевавшее. Мне уже позвонили. Человек пять. Симонян, говорит, жертв заказных расследований усупшего с одним текстом. Земля стекловатая. Только Великий пост, который у Армян уже начался и прочие самоограничения. Того же характера не дадут мне присоединиться к этому единодушному соболезнованию. Давайте ответим тому, кто мне присылает сообщение. Пизда. Да, и скажем, что кому можно пожелать азербайджанской тюрьмы. Так это Маргарита Симонян. Саша Чупа уезжать как можно дальше не хочется. Хорошо, гайцы гайзат. Потом отправили подальше, чтобы добить. Дмитрий Холштейн. Олег Хейтил Навального и его команду больше, чем Пыпу и Кремль от продвигал конспирологию от подментованности. Теперь скорбит. Верю, конечно, Попыни тоже скорбить будете, Дмитрий. И даже если ваши претензии от счастья верны, то, чтобы не скорбить по вам, я вас забаню на всякий случай. Володя Киселев сейчас 05 не спасет шоу одного журналиста. Самая ужасная во всем не ситуация, а то, что односложной реакцией стали нормы. Мыслители и интеллектуалы пишут и говорят только слова из трех букв. И еще больше. Я об этом давно говорил, да, что люди, которые там сопровождаются у себя в Твиттере новости какими-то, типа, комментариями, типа, там, пиздец и все, они не замечают, как разучиваются. Говорит что-то сверх этого, это правда. Маша К. Тесака убили в Челябинске и Пыпа сегодня в Челябинске. Да, о-о, после таких новостей хочется закинуть вещи и кота в машину и ехать куда угодно этих мразей. Езжайте, на самом деле, да. Олеган Олегов, теска, теска, этот пидор такими темпами идет к переговорам. Хочет слиться потихо и не кажется. Ну, слушайте, Орел Монт, ну не. Но, Дмитрий, расскажите, как входили в театр с семьей Навальных или подробную историю из не очень личного. Ну, вот в 2012 году, когда, наверное, после 6 мая у него были какие-то сутки, там, условно говоря, 15 суток, да, или домашний арест. У него возникла какая-то вот возможность быть на свободе, и мы поехали в Смоленск с семьями. И там, собственно, провели какое-то время, и потом долго смоленская пресса выясняла, о чем подвох, как бы, в контексте интриг смоленской политики. А так просто поехать погулять туда, где быстро добираться, где красиво, где Русь. Ну, собственно, там, не знаю, катались на колесе обозрения, он боялся высоты. Орел Монт. Ну, не, но, Дмитрий, расскажите, да. Сайк Скрамеров. Скорбим соболезную. Иван Градов. Светлая память. Алексей Навальный. Настоящий герой России. Светлинка, 69. Очень тревожно. Закара Мурзу и Яшина. Алифтина Белякова. Навальный. Прости, да. Константин Капанев. Мы доказываем. Догадываемся, кто заказал Немцова. Мы догадываемся, кто заказал Навального. Заказала маленькая, подлинная, мстительная, вонючая мразь. Она ответит за свои преступления, как минимум, перед историей. Рус Игнатьев. Спи спокойно, будем помнить. Алексей Вересов 0,5 не спасет, но поднять рюмку можно. Да. Онли Дэнди. Такер Карлсон. Не надо было спрашивать про Навального. Только он же не спрашивал. Нет. Анастасия Никитина. Вроде бы я не люблю ФБК, но ощущение пустоты от этой новости. Да. Илья. Так. Тимофей Рыков. Вспомнился вечно Иванов. Веревка, пуля, ледяная тьма и музыка Иванов. Да. Сводящая с ума. Никельсен. Не уберегли рукожопы. Да. Борис Грэм так быстро экспертизу не делают, тем более в лагере. Ну, слушайте. Особые заключенные делают. Мистер Сидоров. У многих молодых людей политика началась с Навального и его расследований и для меня. Шарко. Было бы сердце, а печали найдутся. Марфа. Хуже этой новости. Перед выборами только ядерка. Анна Мухина. Шок, конечно. Генри Лешков очень надеялся, что ему поставят памятник при жизни. Но при жизни не надо памятники ставить. Феликс Хазарский. Я даже в НРФ не понимаю всей истерики. Мистер Севен. Когда Навального убьют, я возложу две гвоздики. Слава КПСС за май. Максим Смирнов. Каждому поколению по Немцову. Да, 9 лет на самом деле. То есть, как бы кажется, что вчера. Так. Джобс Кашин. Изменилось ли твое отношение сейчас к истинности веры Навального? Или опять он западная подстилка? Видит Бог? Навального западной подстилкой я никогда не называл. Ну и заодно юзера Джобса мы тоже забаним к хуям. Там Патрик Филипп Ясинский. Жена Стрелкова в канале пишет, что теперь боится за мужа. А вчера, значит, не боялась. Датима Феррюка. Хорошо, что никого. Хорошо, что ничего. Так черну и так мертво. Алексей Вересов. Да, как и говорил, черные лебеди летят в народ. Давид Розенблит. Абсолютно неважно, как он умер, убила его Россия. Задушила в своих объятиях. Лорол. Как думаете, Яшенко, горлицкие стрелков выйдут на свободу или их ждет такая же судьба? Не хочется об этом думать, поэтому давайте избегать. Жук. Да не 30 минут. На Ямале время плюс 2. Да, паскуда. 14 насчет Гертруда. Извините, а почему нет больше отбивки с Кадышевой? Ну есть она. Сейчас ее поставят, что ли? Хамло. Февраль проклят. Хорошо, что ни один заметил. Колчак. Навальный. Февральская революция. Сво. Немцов. Пуаро не была сторонницей Навального, но плачу. Трясет меня Алексей Вересов. Да, меня тоже Алена Фатеева. У меня днерождение в конце февраля. Чат улетел на этой ноте. Так, 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 так. Так, так. Опять довлетел чат Тимофей Рыку. Могут ли похороны Навального переросить в протесты, типа марши по мать Немцова? Ну, то есть я помню, я сам ходил на марши по мать Немцова, но, если честно, там, вспоминать о марши по мать Немцова как впечатляющем акте протеста, не очень корректно. Антелло. Понадеемся, что судьбу Алексея не повторят. Путлер, навозная сволочь, всегда ненавидел високосный год, особенно месяц февраль. Да, високосный год же еще. Григорий Руднев. Да, меня параллельно зовут там в какие-то эфиры и хочется сказать, что, как бы, вот, смотрите, кто будет там бегать по разным площадкам, там, условно говоря, с гвоздя на Ходорковский лайф, с Ходорковский лайф на популярную политику, там, не знаю, обазгалямов. Вот, как бы, относитесь к этим людям настороженно, да. Мега-роман. Тяжело, грустно, еще меньше надежды. Дмитрий. Самое обидное, что его смерть ничего не исправит. Александр, печаль, беда. ППП, ГГГ, слава богу, что вы оторвались с российской реальности, а мы запятнанные кровью орки в Аркестане уже никогда не сможем очиститься. Ирония неуместна здесь, дорогой ППП, ГГГ. Ну, и там, не знаю, если там вас что-то смущает, давайте попробуем поговорить и вспомнить за лет через пять хотя бы. Я думаю, вы иначе будете смотреть. Это мой оторванный взгляд вам говорит. Александр, шлет нам грустно, и смайлик. И Дмитрий Волынский, как то, что он был конторским, противоречит тому, что его убили. Если Гиркина убьют, так, Александр, как так, так. Павел Слагуб, нет слов по Панцер, спасибо, спасибо вам. Александр Черных, теперь вопрос в похоронах. Неужели это тут провести в России перед выборами? Ну, могут и дать, на самом деле, черт его знает. Мистер Данки, криминалист и психиатр. Тимофей Рыко, Олег, а почему, если мрази решили его непреднительноправленно убить сегодня, почему до выборов? Понятно, что в любом случае это преступление Путина. Но, опять же, в их логике, я думаю, это вполне такой повышающий рейтинг жест. Нет. Илья, бегите, глупцы. За негров глусно и грустно, это все. Михаил Шепель, святы, думаю, можно нести к посольству Германии. Почему же? Добре, по педераз. Так, Вадим Иванов, какой ужас. СМ, знали ли дискутанты в клубе Белинго о своем будущем? Нет. Олег Головка, самая грустная, что ничего нового про Эрефию мы сегодня не узнали. Теодор, говорю вам, Путину невыгодно, а совсем смерть Навального он боится. Виктор Петрунин, как сейчас сохранить душу, как не желать этим мразям кольца в страшных мучениях? Либо молиться, либо напиться, на самом деле. Вот какие еще есть варианты. Дмитрий, расскажите, как ходили в театр. Так, Путлер, тролли, съемните отсюда. Мистер Сидоров из-за слов и заключения здоровья подкосилась. Волт Двейлер, это окончательный? Олег Г, это окончательный? Гвоздь в крышку грубой оппозиции на территории РФ. Какая оппозиция? Татьяна Петрова, Юлия Гюля в России? Нет, вы что, Иван, только что было после восьмилет Трампа. В 25-м дамок. Роман Олег, как вы думаете, что сейчас думают системные либералы? Это кто? Их же не осталось после 22-го года. Харлок Шолмс, лично для вас, что хуже? 24-го, 02-го или сегодня? Я думаю, это звенья одной цепи. Коловая масса, ужасные ощущения. Халди, ебаный таймлайн. Мистер Данки, Немцов, да. Чекисты готовятся к выборам. Вильфра, судя по трансляции, у Пупы просто прекрасное настроение. Так, мы опять подвисли? Подвисли. Ля-ля-ля-ля-ля. Егор Буранов. Иду мимо исторического музея. Исторического музея. Дам молитва. Висим, да? Дайте я пойду, напитка себе возьму. Что-то белокобольное.